Ребята, здравствуйте! Давайте разберем тему «Фундаментальная система решений, систем линейных уравнений». Итак, нам дана система. По условию задачи вам нужно найти общее решение и фундаментальную систему решений. Фундаментальная система решений, сокращенно ФССР. Во-первых, система должна быть однородной. Вспоминаем, что значит однородная. Значит, столбец свободных членов должен быть равен нулю. Во-вторых, данную систему мы решаем обычным образом, используя метод Гаусса. То есть мы должны записать матрицу. В данном случае она будет обычная. 3, 1, 1, минус 2, минус 9. 4, 1, 2, 0, минус 3, 0, потому что у нас нет х4, значит, коэффициент, стоящий при нем, равен нулю. 9, 2, 5, 2, 1. Мы приводим данную матрицу к ступенчатому виду. При этом напоминаю вам, что это столбец х1, х2, х3, х4 и х5. Значит, мы можем работать как со строками, так и со столбцами. Но давайте мы поменяем местами первые и вторые столбцы. Я по столбцам буду записывать 1, 1, 2, 3, 4, 9, 1, 2, 5, минус 2, 0, 2, минус 9, минус 3, 1. И подписываю, чтобы не забыть столбцы, потому что мы их поменяли местами. Итак, далее умножаем первую строчку на минус 1, прибавляем вторую, и эту же строчку умножаем на минус 2, прибавляем третью. Получаем вот такую матрицу. Снова подписываем столбцы. и нам еще нужно в этом месте получить 0. Умножаем вторую строчку на минус 3, прибавляем третью и получаем. Итак, получили ступенчатую матрицу вот такого вида. Ранг этой матрицы равен 3. Это означает, что матрица имеет единственное решение. Так, ранг равен… вернемся, ранг равен 3. Он меньше числа неизвестных. Неизвестных у нас 5. Значит, все-таки матрица имеет бесчисленное множество решений. Переходим на систему упрощенную. Я сразу упорядочиваю. 3х1 плюс х2 плюс х3 минус 2х4 минус 9х5 равно 0. х1 плюс х3 плюс 2х4 плюс 6х5 равно 0. И х5 равен 0. Итак, у нас есть х5. Зная его, подставляем во второе уравнение и, например, выражаем х1. Здесь удобно выразить. Получаем х1 равен минус х3 минус 2х4 минус 6х5, а значит, 0. То есть на этом все. х1 мы нашли. Зная х5, зная х1, подставляем в первое уравнение. И мы можем выразить, например, х2 через х5, х3, х4. Подставляем. Я сюда переношу. х2 будет равен минус 3х1 минус х3 плюс 2х4 и плюс 9х5. х5 у нас равно 0. Далее подставляем вместо х1 наше вот это найденное выражение. Раскрываем скобки, приводим подобные слагаемые. 3х3 минус х3, 2х3 получается. Минус 3 на минус 2х4 – это 6х4, плюс 2х4 – это 8х4. Итак, х2 у нас тоже найден. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что если вы уже для какой-то переменной выразили ее через х3, х4, значит, все оставшиеся переменные тоже должны выражаться через те же самые переменные. Итак, общим решением будет являться вектор х, у которого координаты. Вместо х1 пишем минус х3 минус 2х4. Вместо х2 – 2х3 плюс 8х4. Вместо х3 – само х3. Вместо х4 – х4. И вместо х5 – 0. Мы получили общее решение однородной системы линейных уравнений. Далее. Теперь мы в наше общее решение подставляем единичные векторы. Напоминаю вам, вектор Е1 имеет координаты 1, 0, 0 и так далее. 0. Вектор Е2 – 0, 1, 0 и так далее. 0 и так далее. Вектор ЕН – 0, 0, 0 и так далее. У нас с вами общее решение зависит всего лишь от двух переменных х3 и х4. Значит, мы будем рассматривать векторы Е1 с координатами 1, 0 и Е2 с координатами 0, 1. Итак, пусть у нас х3 равен единице, вот эта единичка, а х4 равен 0. Подставляем в наше общее решение и получаем первый х1. Итак, х3 единицы – это минус 1, 2, 1, 0, 0. Теперь наоборот. Пусть х3 равен 0, а х4 равен единице. Получаем второе решение. Минус 2, 8, 0, 1, 0. Итак, ребят, мы получили систему векторов, которая образует фундаментальную систему решений однородной системы линейных уравнений. Аналогичным образом вы решаете оставшиеся задачи. Спасибо за внимание. До свидания.